Активируй Блиппи-станцию! Идём скорее, мой друг, познай со мной весь мир вокруг! Блиппи! Ух ты! Песчаные дюны! И они такие упругие! Ого, какой великолепный песочный замок! Волна приближается! О, нет! Этот замок не устоит перед волной. А-а-а... Интересно, могу ли я построить замок из песка, который не сможет смыть волна? Да, ты прав, Табс. Есть только один способ проверить это. Я должен построить свой собственный замок. Мне понадобится рука экскаватора и паучьи ноги. Рука экскаватора и паучьи ноги готовы. Активировать станцию Блиппи. Блиппи-мобиль готов к работе. Давай сделаем замок из песка, который не смоет. Теперь нам нужно сделать себя размером с песочный замок. Уменьшаемся! Почувствуй этот прохладный океанский бристапс. Вау! Привет, я Краб Краби. Приятно познакомиться. Отчет побери, я не рассчитал свои силы. Привет, Краби. Это я, Блиппи. А это мой Блиппи-мобиль. Класс! Ну что, ты решил весело покататься? Вообще-то, Краби... Я здесь потому, что хочу проверить, смогу ли я построить замок из песка, который не смоет. Ты обратился к верному Крабу. Я проектировщик, землекоп и строитель. Я помогу тебе. Замечательно! Итак, первое, что мы сделаем, это построим ров. Это красивое название для ямы. Смотри. Вода попадает в яму и не размывает то, что находится за ней. Так что, начнем копать! Вау! Вау! Вот это яма! А теперь будем строить замок из песка. Верно, Тапс. Нам нужна лопата. Закончили! Удалось! Да ты уже все построил, Краби. И наш ров получился превосходным. Ров — это яма, которую мы прорыли вокруг песчаного замка. Отличный ров. И самый лучший в мире песочный замок. Идет волна! Ров сработал, Краби. Это значит, я нашел ответ на свой вопрос. Можно ли построить замок из песка, который не смоет волной? Можно! Если сделать вокруг него яму для сброса воды. Загружай ответ, Тапс! Спасибо, Краби! Увидимся снова, Блиппи! Продолжай копать! Ха-ха-ха-ха! Какой хороший день для спокойной поездки! Ух ты! Атака мыльных пузырей! Правильно, Диво! Пузыри лопаются от прикасания. Хм, интересно, как делаются пузыри? Отличная идея! Мы проследим за пузырями и выясним это. Мне нужны крылья! Крылья приняты! Активируй Блиппи-станцию! Уменьшаемся! Блиппи-мобиль готов к приключению! Пузыри летят из автомойки! О! Давай-ка помоемся! Привет! О! Хороший пёс! Я Марвин! Марвин Пузырьков! Привет! Это я, Блиппи! А это Диво! Мы здесь, чтобы узнать, как... Одну минуточку! Вы случайно не поп-звезда? Ха-ха! Ещё какая? Моя мама вас обожает! Спасибо! Спасибо большое! Вы так добры! Итак! Чему вас научить? Мы пришли, чтобы узнать, как делаются мыльные пузыри! Я так рад, что вы спросили! Оболочка пузырей так тонка! Поэтому они так легко лопаются! Кстати, нам нужно больше пузырей! И я знаю парня, который знает, как их сделать! Вы догадались, кто? Это же я! Марвин Пузырьков! Вперёд! Ха-ха! Ой-яй-яй! Итак! Первый шаг – достать воду! Затем нам нужно немного мыла и смешать их! И... Щуби-ду-бу-бу! Пуп! Вуаля! Вы сделали пузыри! Посмотрите, как они парят! Мы пузыри можем так парить, потому что мы просто воздух внутри тонкого слоя мыльной воды! Ух ты! Значит, пузыри получаются путём вдувания воздуха в мыло! Это верно! Что напоминает мне… Давайте сделаем ещё пузырей! И я знаю парня, который знает, как их сделать! Это вы! Это же я! Просто окуните руки в воду и намыльте хорошо! Сделайте вот так руками и подуйте! Вот это да! Он больше, чем вы! Посмотрите-ка! Ты поймай меня! Мне пора покорять новые высоты! Вау! Продолжай летать высоко, Марвин! И спасибо, что помог мне получить ответ на мой вопрос, как делаются пузыри! Они получаются, когда воздух попадает во внутрь тонкого слоя мыльной воды! Загрузить ответ, Димо! Пока-пока, Марвин! До свидания, Блипи! И до новых встреч! Ух ты! Это был гигантский грузовик! Ты прав, Дибо! Я думаю, это и был Монстр Трак! А мне интересно, что делает Монстр Трак особенным! Хорошая идея! Мы можем догнать этот Монстр Трак и все разузнать! Мне нужны колеса, как у Монстр Трака! Колеса Монстр Трака принято! Активируй Блипи-станцию! Дибо! Дибо! Ух ты, Дибо! У тебя есть крепление для колес Монстр Трака! Ты точно как Монстр Трак! Ладно, поехали! Монстр Трак Дибо готов к любому приключению! Крошки! Крошки! Привет! Это я, Блипи! А это Дибо! Ты действительно раскрошила эту машину! Привет, Блипи! Я Меган! Итак, Меган, мы здесь, чтобы узнать, что делает Монстр Трак особенным! Здорово! Что ж, я думаю, лучший способ ответить на ваш вопрос, это показать вам, что я делаю! Ура! Видите ли, я Монстр Трак с большими, высокими, чудовищными шинами! Я высотой в 4 метра! Ух ты! Итак, за дело! Отлично! В крошке! Мы не можем прыгать так высоко, как ты, Меган! Ничего себе! Мы чуть не перевернулись! Ну, у меня усиленная подвеска со специальными пружинами! Я могу прыгать вверх и прыгать вниз! И поэтому не переворачиваюсь! Я использую их, когда участвую в соревнованиях! Здорово! Ага! Добро пожаловать на Борд, Блипи! Пристегнись! Пора побеждать на полосе препятствий! Воу! Ура! Воу! Это просто круто! Как ты можешь так быстро поворачивать и петлять? У меня четырехколесное рулевое управление, и я могу поворачивать все четыре колеса одновременно, а не два колеса, как у обычных грузовиков. Мы, монстр-траки, созданы для коротких, мощных всплесков скорости! У-ху-ху! Высший пилотаж! Меган, это было потрясающе! И у меня есть ответ на мой вопрос. Что делает грузовик монстр особенным? Грузовики монстры – это особенный вид грузовика с большими джинами, усиленной подвеской и четырехколесным рулевым управлением. Загрузить ответ, Дибо? Пока, Меган! Так здорово было с тобой покататься! До свидания, Блипи! Продолжай крушить! Ты прав, Дибо! Было бы забавно иметь динозавра в качестве питомца. Хм, мне интересно, будет ли динозавр хорошим питомцем? Хорошая мысль! Мы вернемся в прошлое и выясним! Мне понадобится большая клешня и колеса монстр-трака. Большая клешня, колеса монстр-трака принято. Активируй Блипи-станцию! Возвращаемся в прошлое! Блипи-мобиль готов к приключению! Совершенно точно! Мы в меловом периоде. Миллионы лет назад, когда наша земля была наполнена динозаврами! Привет! Это я, Блипи, а это Дибо. Привет, Блипи! Я Тина, тираннозавр Рекс. Привет, Тина! А будет ли динозавр хорошим домашним питомцем? Животным, которое вы любите и о котором заботитесь? Ух ты! Как здорово быть питомцем! Может быть, на сегодня я могла бы им стать? Не могла бы ты отпустить Дибо, пожалуйста! Дибо сделан из металла. Не хотелось бы, чтобы ты сломала себе зубы. Хороший динозавр! У нас очень острые зубы. С их помощью я ем. Ух ты! А ты много ешь? Кормление – важная часть ухода за домашним питомцем. Я могу откусить почти 200 килограмм еды за один укус. Это намного больше, чем у меня есть с собой. Хм, давай поиграем. Отличная идея, Дибо! Принеси, Тина! Ух ты! Прости. Иногда я забываю, что я большая. Мы, Тирексы, можем достигать до 4 метров в высоту и до 12 метров в длину. Ого! Это очень много! О, пойдем прогуляемся, Тина. Вот это да! Какие зубы! Мне кажется, что прогулка должна выглядеть немного по-другому. Мы попробовали, но, наверное, динозавры не могут быть домашними животными. Я думаю, ты прав. Мы должны править джунглями. Да, и ты помогла найти ответ на мой вопрос. Будет ли динозавр хорошим питомцем? Динозавры большие, у них много зубов, им нужно место, чтобы гулять и много есть. Так что они могут быть не очень хорошими питомцами, но все же приятно пофантазировать. Загрузить ответ, Дибо! Пока, Тина! Возвращайся, я могу ждать миллионы лет! ТАПС Ух ты! Хо-хо-хо! Этот был синий! А этот красный, ТАПС! О, а этот зеленый! Хм, интересно, а почему фейерверки разных цветов? Отличная идея, ТАПС! Пойдем разбираться. Мне понадобятся вертолетные лопасти и большая клешня. Вертолетные лопасти и большая клешня. Принято. Активируй блипи-станцию! Уменьшаемся! Плиппи-мобиль готов к приключению! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Никогда не подходите слишком близко к фейерверку! Дайте ему место! Хорошо! Привет! Это я, Плиппи, а это ТАПС! Нам интересно, как фейерверки получаются разного цвета! Привет! Я Пенни! Я все вам про это сейчас расскажу! Во-первых, вы должны знать, что фейерверки – это маленькие ракеты, наполненные порохом, которые быстро сгорают и поэтому запускают фейерверки на высоту в 300 метров! Ух ты! Это довольно высоко! Хорошая идея, ТАПС! Мы лучше посмотрим на фейерверк прямо в небесах! Присоединишься ко мне в Блиппи-мобиль, Пенни? Конечно! О-о-о! Здорово! Даже в воздухе помни о безопасности и давай им место! Так красочно! В верхней части фейерверка находятся соли разных металлов, называемые звездами. Как разные продукты имеют разный вкус, так соли разных металлов горят разными цветами, когда их поджигают. Осторожно! Еще один летит, ТАПС! ТАПС, ты в порядке? Я же говорил, береги себя и дай им место! Надо приземлиться, иначе пропустим торжественный финал! Ты права! Полетели! Вот и он! Гранд-финале! Вот это да! Ух ты! Как здорово! Какое потрясающее шоу! И теперь у меня есть ответ на мой вопрос, почему фейерверки бывают разных цветов. Фейерверки получаются разного цвета из-за того, что в них сгорают соли разных металлов. Загрузить ответ, ТАПС! Пока, Пенни! Пока, Блипи! Всегда оставайтесь яркими! Ух ты! Посмотри на всех этих очаровательных пингвинов! Смотри, как они скользят на животе, как и забавно ковыляют! Ух ты! А эти пингвины, похоже, летают! Минуточку! Это не пингвины! Ты прав, Дибо! Я ни разу не видел, как пингвины летают! Хм, мне интересно, умеют ли пингвины летать? Мне понадобятся утиные лапки и ласты! Утиные лапки, ласты, принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! У-у-у! Берегись! У-у-у! Ты-у-у! Ха-ха-ха! Привет! Это я, Блипи! А это Дибо! Нам было интересно, могут ли пингвины летать? Привет, Блипи! Я Пеппер! Я очень хочу научиться летать! Мне только нужно найти неуловимый мерцающий полосатый айсберг! Мерцающий полосатый айсберг? Ага! Это самый большой айсберг в округе! Как только я найду его, мне кажется, что я наконец-то смогу летать! Вперед, пошли! Я предпочитаю скользить, а не идти в развалочку! Это намного быстрее! Хорошо! Помчались! У-у-у! У-у-у! Каким путем? Сейчас я поймаю воздушную волну! Смотри! У-у-у! У-у! Пеппер? Почти получилось! Нам просто нужно найти мерцающий полосатый айсберг! И тогда я точно смогу полететь! Тогда за дело! У-у-у! Ха-ха! У-у-у! Нет, не этот! На этом нет мерцающих полосок! У-у-у! У-у-у! Где же он может быть? Вот он! Вот айсберг с мерцающими полосками! У-у-у! У-у-у! Приземляюсь! У-у-у! Идем, Дибо! Да! Ха-ха-ха! Итак, вы готовы поймать настоящую воздушную волну? Мы всегда готовы! У-у-у-у! У-у-у! Да! Привет, ребята! О, нет! Ты это видел? Наверное, это не то же самое, что летать, но мы поймали хорошую волну. Пеппер, ты паришь! Правда? Ты прав! Я действительно могу парить под водой! А я получил ответ на свой вопрос. Пингвины не умеют летать, но они отличные пловцы! У них также есть ласты вместо крыльев, которые помогают им плавать в воде. Загрузить ответ, Дибо? Пойду-ка я половлю еще волны. Пока, ребята! Пока, Пеппер! Пш-ки! Спасибо! Пш-ки! О, из-за чего-то я чихаю. Хм, вот интересно, отчего же люди чихают? Ура! Пришло время заняться поиском какого-нибудь подходящего носа и проверить, что там происходит. Для этого мне понадобятся ракетные ускорители, захватная рука и паучьи лапки. Ракетный ускоритель, захватные руки, паучьи ноги подтверждено. Активировать станцию Блиппи! Уменьшаемся! Мобиль Блиппи готов к приключениям! У-ху! Мы летим прямо в нос! Тут похоже на пещеру. О, привет! Добрый день! Эй, это я, Блиппи! А ты кто? Меня зовут Петуния, а я маленькая пыльца. Может быть, я и маленькая, но я могу творить большие дела! Типа как чихание? Ну ты понял. Если нахожусь поблизости от людей, я докучаю им. И особенно мне нравится докучать носам. Ну же, потанцуй со мной. О, не беспокойся, это всего лишь нос, он не кусается. К тому же это так весело. Так значит, от этого кто-то может чихать? Но ведь это всего лишь начало, поскольку сейчас начнется чихание. Берегись! Не настолько это уж было и плохо! Похоже, что мы в джунглях. Это все волоски. Они тут нужны, чтобы пыльца, типа меня, и прочие частички в виде пыли не проникали тебе в нос. Но это не сработает. О, как забавно быть раздражительницей. Неужели это вызывает чихание? Очень на это надеюсь. О, сейчас к нам прилетит салфетка. Беги! Ладно, теперь они и правда раздражают этот нос. Пощекачи еще! А чих уже скоро появится? Сейчас будет. На-на-на-на-на! О, нет! Трясуны! У нас получилось! Да! И у меня есть ответ на мой вопрос! Отчего же люди чихают? Люди начинают чихать, когда мельчайшие частицы, например, пыльца, оказываются в носу и вызывают его раздражение. Загружай ответ, Дибо! Вот и отлично! До встречи, Блиби! Пока-пока, петуния! Здорово! Давай устроим пикник! Там действительно много муравьев, Табс! И они все маршируют вместе! А мне интересно, почему муравьи ходят по цепочке? Хорошая идея, Табс! Мы можем уменьшиться до размера муравья и узнать! Мне понадобятся паучьи лапки! Паучьи лапки принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! О, добро пожаловать! Я Анита, и это моя группа удивительных муравьев! Привет! Это я, Блипи! А это Табс! Анита, мы хотим понять, почему муравьи ходят по цепочке! Что ж, присоединяйся и узнаешь! Мы как раз идем собирать закуски для большого обеда у нас дома! Спасибо, Анита! Звучит вкусно! Ты прав! О, привет, Морибель! Ого, твоя закуска выглядит вкусненько и... Итак, где ты ее нашла? Примного благодарна за информацию, Морибель! Мы, муравьи, обмениваемся информацией через наши усики! Побежали дальше! Ого, хорошая птичка! Хе-хе-хе! Ого-хо-хоу! Ау! Ау-у-у! Анита! Эй, мы здесь! Прямо на тропинке, милашка! Есть тропинка? Я ее не вижу! Вы ее не видеть, потому что это запах! Когда мы идем, мы оставляем аромат, и муравьи позади нас чуют его через свои усики! Значит, у муравьев усики вместо носов? Смотри, твои усики подергиваются! Правильно! Мои усики дергаются, потому что чуют что-то вкусненькое в этом направлении! Осторожней, тут дорога неровная! Хе-хе-хе! Анита вернула нас к нашему же пикнику! Ничего себе! Хорошо, муравьи! Все за едой! Помните, мечта сбудется для тех, кто вместе трудится! Ух ты! Виноград – хорошо! Грецкий орех – вкусно! Сыр и крекеры – обожаю! Я не могу поверить, что муравьи могут поднять все это! Еще как! Мы, муравьи, можем поднять в 10 раз больше собственного веса! Ну что, друзья, возвращаемся на тропинку и следуем по запаху домой? Так же, как следовать за лидером! И теперь у меня есть ответ на мой вопрос! Почему муравьи ходят по цепочке? Муравьи ходят по цепочке, поскольку первый муравей оставляет за собой аромат, по которому следуют все остальные муравьи! Хе-хе! Загрузить ответ – Топс! Пока, Анита! Было здорово походить с вами по цепочке! Пока-пока, Блипи! Ох ты! Посмотри на всех этих слонов! Хм, интересно, для чего слоны используют свои хоботы? Ты прав, Дибо! Мы должны спросить у одного из них! Мне понадобится водяной шланг и утиные ноги! Водяной шланг, утиные ноги принято! Активируй Блипи-станцию! Блипи-мобиль готов к приключению! У-у-у! Ой-ой-ой! О-о-о! О-о-о! У-у-у-у-у-у-у! У-о-о-оу! Бомбочка! У-о-о-о! Да! Привет! Это я, Блипи, а это Дибо! Нам интересно, а для чего слоны используют хоботы? Привет, Блипи и Дибо! Я Тембо! Ого! Мы, слоны, используем свои хоботы, чтобы охладиться! Мы всасываем воду и разбрызгиваем ее по всему телу! Вот так? Давай скатимся с горки еще разок! На перегонки! Давай! Победил! Здорово! Но как ты можешь дышать под водой? Это еще одна замечательная способность моего хобота! Я могу им дышать! У-ух ты! Прямо как мой нос! Вот именно! Кстати, о носах! Я чувствую запах бананов! У слонов отлично развито обоняние! Давай, садись мне на спину! Ура! Спасибо! Смотри! Еще одна горка! Как хочется по ней спуститься, но путь прегражден! А это ты видел? Еще одна замечательная способность хоботов в том, что я могу двигать практически все, что угодно! Кто последний, тот банановая кожура! Ха-ха-ха! Это мой самый лучший день! Ура! Поберегитесь! Я иду! Ух ты! Слоны также используют свои хоботы, чтобы издавать звуки! Например, когда мы радуемся! Это потрясающе! Ха-ха-ха! Спасибо, Тембо! Ты помог найти ответ на мой вопрос! Для чего слоны используют свои хоботы? Слоны используют свои хоботы, чтобы чувствовать запахи, дышать, издавать звуки, всасывать воду и даже хватать предметы! Ха-ха! Загрузить ответ, Дибо! Пока, Блипи! Увидимся, когда вы будете в саванне! Пока-пока, Тембо! Ха-ха-ха! Было здорово! У-у-у-у! У-у-у! 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 У-у-у!